Сегодня мы познакомимся сразу с тремя животными-чужаками, живущими в одном ареале. Они прибыли к нам из разных мест. Но каждый гость стал вести себя в новой среде обитания по-своему. Кто-то стал опасным вселенцем. Он активно поедает местные виды амфибий и рептилий, которые достаточно узкориальны. Страдают прежде всего кладки этих животных, поэтому на Кавказе енот-полоскун сейчас даже является проблемой, экологической проблемой. Другие гости сумели обжиться на новом месте и не доставляют особых экологических проблем. Но от этого животные не перестали быть потенциально опасными чужаками. Негативный момент в том, что енотовидная собака – она резервуар заболеваний, как и любое псовое животное. То есть это и хинококк, это и бешенство, ну и прочие красивые заболевания. Ну а кто-то из пришельцев стал почетным гостем. И ученые делают все, чтобы они сумели обжиться и закрепиться в новых местах обитания. Здесь проводились мероприятия по подкормке, по поддержке животных в зимний период. То есть люди вручную вырубали ступени в скалах, заносили корма в места скопления животных. В чем же разница между этими чужаками? В каких случаях мы, люди, совершили ошибку, а в каких действовали в интересах природы? Попробуем разобраться. Я сейчас нахожусь на территории Кавказского заповедника. Мало того, что это очень красивое место, так оно еще абсолютно уникально. Представьте, статус заповедника этим местам придан был 135 лет назад. Это самая старая охраняемая территория в России. Но даже здесь, в этом заповедном месте, встречаются пришельцы. Чего от них больше? Пользы или все-таки вреда? Давайте выясним это вместе. Горы, склоны которых поросли вековыми лесами, Реки, питающиеся талыми водами ледников, Альпийские луга с разнотравьем и узкая приморская полоса субтропического климата. На территории России это единственное место, где граничат несколько самых разных, непохожих друг на друга биокомплексов, находящихся в тесной взаимосвязи. Да, кажется, что нарушить природное равновесие здесь невозможно. Но это заблуждение. Разрушить баланс, формировавшийся здесь миллионы лет, может всего один агрессивный вид пришелец. Доказательство этому наш первый герой. Знакомьтесь, обаятельный, умный и чрезвычайно опасный зверь, енот по лоскум. Не похоже, что это милое создание может стать причиной экологической катастрофы? Не обольщайтесь его невидным видом. Это коварный обман. Енот – животное некрупное. Длина его тела начинается с 40 сантиметров и редко превышает полметра. Весит енот тоже немного, не более 13 килограммов. Однако в дикой среде обитания вес матерых самцов может достигать 25 килограммов. Несмотря на то, что самцы енотов крупнее самок, лидерами являются именно самки. Они решают, кого из самцов допустить в места зимовки и кому из представителей сильного пола разрешить добывать пищу на их охотничьих угодьях. Нарушители границ беспощадно наказываются. Известны случаи, когда самки енотов убивали особо дерзких самцов, не желающих признавать их власть. От природы у енотов довольно хорошие характеристики, позволяющие выживать в самых сложных условиях. Например, у них прекрасное зрение, а еще они настолько хорошо слышат, что могут ловить шум от движения дождевого червя в почве. А их главное оружие – чувствительные лапы, при помощи которых еноты могут не только карабкаться по ветвям деревьев или проводам, но и вслепую нащупывать добычу. Еноты всеядны. Они пожирают все, до чего могут дотянуться их ловкие лапы. Ловят мелких млекопитающих и рептилий, разоряют птичьи гнезда, поедая яйца и птенцов, могут добывать пропитание даже в воде, разыскивая на мелководье моллюсков и лягушек. Изначально енотов на Кавказе не было. Это уроженцы Нового Света. Их родина – Северная Америка, где они обитают от Мексики до Канады. Но в 20 веке люди решили, что было бы неплохо разнообразить фауны Европы новым видом. Цели преследовались самые, что ни на есть, практические. Главная хозяйственная ценность енота-полускуна – это его достаточно густой теплый мех. Именно в связи с его показателями этого меха его пытались и разводить искусственно, пытались акклиматизировать в тех местах, где изначально енот-полускун не обитал, для того, чтобы добывать шкурки этого зверяка. К делу подошли основательно. Еноты были привезены сразу в несколько регионов СССР. Правда, тогда ученые не озаботились тем, чтобы просчитать риски от такого масштабного переселения. Судя по литературным данным, уже начиная с 30-х годов 20-го века енот-полускун активно внедрялся в фауну России. Работы начались с Дальнего Востока, где неоднократно пытались внедрить этот вид в местную фауну. Параллельно с этим, чуть позже, уже в середине 20-го века, были попытки интродукции енота-полускуна на Кавказ. Именно на Кавказе переселенец из Америки и освоился буквально как у себя дома. Теплый климат, мягкие зимы, отсутствие снежного покрова в холодное время года енота устроила абсолютно все. Ну а самое главное, пришелец обнаружил, что к его услугам огромная пищевая база. Помимо типичной животной пищи, таких, например, как какие-то птицы, их яйца, грызуны, лягушки, енот-полускун с удовольствием потребляет беспозвоночных. Это ракообразно, насекомые, личинки. И кроме того, с удовольствием питается растительной пищей. Это какие-то фрукты, плоды, как правило, сладкие. А вот на безопасность самого енота на Кавказе не покушался никто. Местные хищники попросту не восприняли этого умного чужака как потенциальную добычу. Да и охотиться на него довольно трудно. От любого наземного врага енот успешно спасается бегством. А если проворства не хватает, залезает на деревья, где его точно не достанет никто из местных хищников. Изначально, в середине 20 века, на Кавказ приехали всего 200 пар енотов. Но за несколько десятилетий пришелец освоился и начал размножаться бесконтрольно. К сегодняшнему дню в одном только сочинском национальном парке обитает 20 тысяч особей енотов. Сколько их по всему Черноморскому побережью Кавказа ученые сказать не могут. Предположительно, счет идет на сотни тысяч. И это уже стало большой проблемой для местных охраняемых видов. Прожорливый чужак может стать причиной вымирания уникальных обитателей Кавказского заповедника. Это связано с тем, что он активно поедает местные виды амфибий и рептилий, которые достаточно узкореальные. Страдают, прежде всего, кладки этих животных. Поэтому на Кавказе енот-полоскун сейчас даже является проблемой, экологической проблемой. То есть он угрожает успешным существованием местных видов позвоночных. Но и это еще не все. Еноту стало тесно в дикой природе. Он решился атаковать и наши города. Он достаточно терпим к соседству с человеком. Все это позволяет ему активно заселять антропогенно-трансформированные территории, урбанизированные ландшафты, где енот-полоскун для себя находит как пищу, так и укрытие. Он активно потребляет содержимое мусорных контейнеров, то есть какие-то пищевые остатки, что позволяет ему успешно закрепляться там, где, естественно, пищи может не хватать. Заселение енота на Кавказ наша очевидная ошибка. Мы пригласили в гости животное, которое, как показала практика, оказалось опасным вредителем, справиться с которым мы не в состоянии. Сейчас даже обсуждается такая радикальная мера, как разрешение на отстрел вселенца на особо охраняемых территориях. Правда, пока ученые пытаются выработать планы спасения фауны Кавказа, енот продолжает свое победное шествие. С каждым годом он заселяет все новые и новые места обитания. Неужели любая попытка заселения нового вида заканчивается так печально? Нет, иногда нам попросту везет. Для того, чтобы доказать это, я представляю вашему вниманию еще одного чужака, освоившегося на территории Кавказского заповедника. А вот и наш очередной пришелец. Посмотрев на него, вы можете сказать, подождите, ведь это же тот самый енот. Нет, это животное не состоит с енотом даже в отдаленном родстве. Перед вами енотовидная собака. Енотовидная собака, скорее всего, она внешне понимает енота благодаря тому, что у нее тоже есть вот такая темная маска, которая характерна для наиболее хорошо знакомого всем енота-полоскуна. На этом, в общем-то, сходство заканчивается. Енотовидная собака – животное величиной с небольшого домашнего пса. Общая длина – около 70 сантиметров, из которых на хвост приходится четверть длины тела – 25-30 сантиметров. Изначальный ареал енотовидных собак – Дальний Восток. Северный Китай, Корея, Российское Приморье и Японские острова. Енотовидные собаки живут парами. Свои семьи они формируют еще до начала года, осенью. Самка енотовидной собаки способна принести в одном помете до 19 щенят. Своё потомство отец и мать воспитывают вместе. Если самка по какой-то причине остается без самца, ее потомство обычно не выживает. Енотовидная собака единственный представитель псовых, впадающий в зимнюю спячку. Сон собаки нестабильный и может прерываться в период оттепели. Продолжительность жизни енотовидной собаки в дикой природе в среднем составляет около пяти лет, а в неволе зверьки доживают и до 11 лет. Енотовидная собака почитается в Японии как символ благополучия и счастья. Да, внешне это животное чем-то напоминает енотов. Прежде всего, черной полумаской на морде. Такой окрас помогает собаке более успешно прятаться в густых лесных кустарниках излюбленных местах обитания собаки. Кстати, название собака тоже не совсем корректное. Ну, на самом деле, это лиса. Вот, по большому счету. Ну, биологически она ближе всего к лисам. исторически это животное обитает на Дальнем Востоке. И, собственно, замечательный персонаж японских легенд Тануки это не енот, как многие думают, а самая настоящая енотовидная собака. То есть, это такое животное типично псовое, да, с какими-то лисевыми повадками, не особо социальное, хитрое, смышленое. От родных мест обитания енотовидной собаки Дальнего Востока и до Кавказа, где она в настоящее время прочно обосновалась. Более 7 тысяч километров по прямой. Чтобы понять, как этому чужаку удалось освоить такое дальнее путешествие, я встретился с зоологом Олегом Шумаковым. Олег, мы сейчас находимся в Кавказском заповеднике, который никак не назовешь скудным по видовому разнообразию. Какой резон был сюда вселять дальневосточную гентовидную собаку? Ну, прямо в заповедник-то ее никто и не вселял. Вообще, эта программа очень давняя, в 50-е годы. Был такой сталинский план преобразования природы. и местами очень интересная программа, на самом деле, но были там вещи не бесспорные, в частности, связанные с увеличением разнообразия охотничьей дичи. И с Дальнего Востока в Европейскую часть России, в том числе и на Кавказ, была завезена янотовидная собака, как пушное животное. Оправдала ли янотовидная собака себя здесь, внедрение ее? Да, трудно сказать, на самом деле, потому что ценным пушным зверем она, по большому счету, так и не стала. Нигде, где ее акклиматизировали. Что там причины? Причины просто были другие меха, которые ценились выше, и спроса на мех янотовидной собаки какого-то особенно сильного не было. То есть причины те же самые, что и в случае с янотом. Янотовидная собака должна была стать ценным промысловым объектом. Правда, и в этом случае переселенец не оправдал надежд. Отсутствие спроса на мех только одна из причин. Оказалось, что это скрытный, нелюдимый зверь, которого не так-то просто выследить и добыть. А вот сама янотовидная собака быстро оценила все достоинства новых для себя мест. Попав на территорию Кавказского заповедника, янотовидная собака быстро поняла, ей есть, где прятаться, есть, где размножаться, а самое главное, есть, кем питаться. Кошки, как известно, очень любят лазить по деревьям. Правда, не любят спускаться, но я сейчас не об этом. Собаку на дерево и калачом не заманишь. Правда, не любую собаку. Янотовидная собака, конечно, не может забраться по вертикальной поверхности, например, на это дерево, но наклоненные или упавшие деревья для нее абсолютно не преграда и продвигается она по ним с легкостью. Для чего такие цирковые упражнения нужны янотовидной собаке? Прямо сейчас я вам об этом лазание по деревьям это не способ развлечься или размяться. Это один из способов охоты этого изобретательного хищника. Янотовидная собака единственный представитель псовых, которые умеют разорять птичьи гнезда, расположенные на деревьях. Но охотятся пришельцы с Дальнего Востока не только на птиц. Янотовидная собака имеет очень широкий спектр продуктов питания, которые она может себе позволить. Это мелкие мышевидные грузины, это земноводные, это немногочисленные у нас присмыкающиеся. То есть, в принципе, это вот такой вид, который подбирает все мелкое, что шевелится. Она, естественно, если и удастся, конечно, повезет, может быть, и задавить зайца, но это очень для нее большая удача. В зоне особого внимания янотовидной собаки оказались и некоторые редкие обитатели Кавказа. Это действительно вид, который, в общем, может выедать и редкие формы, и редкие виды, и наносить серьезный ущерб. Но, опять-таки, вот одна из таких классических описанных для янотовидной собаки действительно реально может влиять, например, на численность околоводных видов птиц. Именно за счет того, что она тоже тяготеет к близости водоемов, ну и, соответственно, выедает кладки птенцов и, в общем-то, молодых особей вот этих вот околоводных видов птиц. Действительно, она здесь может нанести очень существенный вред именно вот этим сложившимся биоцимозам. Со временем выяснилось, что янотовидная собака сосед довольно беспокойный. Оказалось, что она способна навредить не только соседям по биотопу, но и нам, людям. Негативный момент в том, что янотовидная собака, она резервуар заболеваний, как и любое псовое животное. То есть, это и хинокок, это и бешенство, ну и прочие красивые заболевания. Тут как бы просто такой личный вопрос гигиены, да, и контакта с животным. Ну не надо лезть к животным, даже если оно очень милое и похоже на енота или тануки из аниме Миядзаки. Судя по тому, что мы вам рассказали о енотовидной собаке, можно сделать вывод. История с енотом повторяется. Но в случае с чужаком, прибывшим на Кавказ с Дальнего Востока, нам повезло. Ограничить вредное влияние переселенца помогла сама природа. Дело в том, что у енота не оказалось естественных врагов на новой родине. А вот хищники, способные противостоять енотовидной собаке, нашлись. В частности, волки очень активно давят енотовидных собак. В принципе, крупный лисовин может задавить молодую енотовидную собаку. Поэтому, да и одичавшие собаки тоже активно могут ими питаться. Поэтому, нельзя сказать, чтобы она везде была с высокой численностью. Именно естественный барьер в виде хищников не позволил енотовидной собаке стать такой же острой и неразрешимой проблемой, как заселение на Кавказ енота-полоскуна. Я думаю, что кричать аларм и бросать все и заниматься только енотовидной собакой, но, наверное, это не очень правильно. Контроль численности без всякого сомнения необходим, но это не глобальная, так сказать, не очень важная такая на сегодняшний день проблема, ну и будем надеяться, что такое останется. Впрочем, успокаиваться рано. Енотовидная собака может воспользоваться любым предоставившимся шансом и пойти в наступление. Например, если по каким-то причинам на Кавказе сократится популяция волков или лис, для которых дальневосточный пришелец излюбленная добыча. Остается надеяться, что этого не произойдет. Пока что складывается впечатление, что эксперименты с переселением животных на новые места это всегда риск. Но есть ли случаи удачной интродукции? Да, такие примеры есть. Познакомьтесь с нашим очередным героем зубр. Зубры самые крупные и тяжелые наземные млекопитающие на европейском континенте. Весят взрослые самцы почти тонну. В среднем около 850 килограммов. Несмотря на то, что самки по размерам значительно уступают самцам, именно старые и опытные самки возглавляют стада. Живут зубры небольшими сообществами от 5 до 20 голов. Стадо состоит из самок и подрастающих молодых особей. Детеныши зубров спустя пару часов после рождения уже могут ходить. А через несколько дней после рождения они способны бегать наравне со взрослыми. На первый взгляд зубры кажутся неуклюжими, однако это совсем не так. Они способны перепрыгнуть изгородь высотой более 2 метров. Кроме того, крупные быки довольно быстро бегают. Они развивают скорость до 60 километров в час. Ловко передвигаются даже по крутым склонам. Хорошо плавают и свободно ходят по топким болотам. Зубры в начале 20 века находились на грани исчезновения. Все ныне живущие зубры появились на свет от дюжины особей, рожденных в зоопарках и заповедниках. Современной дикой популяции кавказских зубров менее 50 лет. Можно было бы предположить, что появление на склонах кавказских гор крупного травоядного животного способно разрушить природный баланс. Для пропитания этим животным требуется большое количество растительной пищи. Однако этого не произошло. Зубры вполне успешно встроились в местный биокомплекс. В чем же секрет? Ведь зубра, так же как енота или енотовидную собаку, привозили сюда тоже люди. Дело в том, что зубра нельзя назвать чужаком. Он вернулся в родные места после долгого отсутствия. Последние дикие зубры на Кавказе были убиты в 1926 году. Вернуть самого крупного быка Евразии в родные места удалось только 30 лет назад. О том, как проходил этот эксперимент, мне рассказала заведующая вольерным комплексом Кавказского заповедника Наталья Трибаганова. Были убиты три последних самки зубра. А Беловежский зубр был уничтожен раньше, в 1919 году на воле. То есть счет шел на единицы. Единицы, да. И всего на нашей планете на начало прошлого века оставалось 48 зубров. Но вот благодаря стараниям ученых, благодаря стараниям людей, которые переживали за то, чтобы зубр был восстановлен, зубр восстановлен. Работа по восстановлению вида заняла несколько десятилетий. единственного выжившего самца чистокровного кавказского зубра удалось крестить с самкой зубра Беловежского, получив гибридное потомство. На этом спасательные работы не прекратились. С каждым последующим поколением методом выборочного скрещивания ученые добивались того, что на свет появлялись зубры с минимальной примесью крови равнинного беловежского зубра. Селекция продолжалась до тех пор, пока не были получены животные генетически почти идентичные кавказскому зубу. Практически истребленный вид крупных животных удалось возродить. Ученые поставили перед собой новую задачу вернуть зубра в исконные места обитания. Полигоном был выбран именно Кавказский заповедник. Здесь была вот эта великолепная охрана, егеря здесь были. Здесь проводились мероприятия по подкормке, по поддержке животных в зимний период. То есть люди вручную вырубали ступени, в скалах, заносили корма в места скопления животных в зимний период для того, чтобы поддержать популяцию, для того, чтобы малыши родились крепкими и здоровыми. Но не стало ли возвращение зубра в родные места экологической проблемой? Ведь за время отсутствия этого вида биоциноз изменился очень сильно и формировался он уже без учета влияния на него зубра. Но оказалось, что возвращение зубров принесло только пользу. Все встало на свои места. Что касается зубра, то это единственный ландшафтообразователь. Потому что, допустим, кустарники, особенно в теплых условиях, растут очень быстро. Тем самым они засеивают поля. То есть более мелкие травоядные лишаются подкормки. То есть летом обязательно нужна зеленая трава. Зубр выедает вот этот самый кустарник, тем самым освобождая территорию под произрастание травы. И готовя кормовую базу для более мелких своих сородичей. То есть я имею в виду не зубров, а именно оленей, косули, прочих мелких травоядных. Что касается самого зубра, то он настолько аккуратно живет в лесу, что я просто не встречала таких животных, которые все могут так жить. Огромный вес. Довольно большая семья. Самки зубров оседлы. Самки с потомством это где-то 30-35 голов, которые живут всю жизнь на одной и той же территории. Самцы, они живут тоже на своей территории, где-то в отдалении от самок и приходят к ним только в период гона. И вот эти вот животные ежедневно пасутся. В день они съедают минимум килограмм 35 сырой травы. Должно быть абсолютно голое место, вытоптанное, выеденное. При этом они перемещаются, если перемещаются по территории друг за другом по одной и той же тропе, по дороге, скусывая какие-то там кусочки растений, обычно верхние части растений. Если они пасутся на поляне, то сегодня они здесь, завтра там, а на первый участок возвращаются дней через 8-10. То есть травка успевает подрасти раз, и она, верхушки, они более сочные, чем прикорневая, более старая часть. И тем самым они берегут место, в котором живут. И нам, людям, надо поучиться у зубров беречь то место, где мы живем. Сейчас популяция диких кавказских зубров чувствует себя вполне благополучно. Пока говорить о том, что нам удалось вернуть этот вид в природу, преждевременно. Эксперимент по возрождению почти истребленного вида продолжается. Какие же выводы можно сделать из трех рассказанных нами историй? Пожалуй, однозначно только одно. мы не имеем права экспериментировать с дикой природой. Иной раз наше вмешательство может обернуться настоящей трагедией. Единственное, на что мы имеем право, это помочь природе исправить те ошибки, которые были совершены нами же. Каждый год мы сталкиваемся с опасными вызовами. нас атакуют безжалостные захватчики. Сможем ли мы им противостоять? Это зависит только от того, насколько хорошо мы их понимаем. Изучайте пришельцев и их повадки вместе с нами. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова